Под коррупционными действиями мы чаще всего подразумеваем взяточничество и другие формы подкупа. Однако этот термин включает в себя более широкое значение, обозначающее использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей, в целях личной выгоды, противоречащие законодательству и моральным установкам. Об одном из распространенных видов подобных действий мы попросили рассказать сотрудницу Артемовской прокуратуры, юриста первого класса Яну Дудину. Проанализировав судебную практику и проведенные проверки Артемовской городской прокуратуры за 2014 год, было установлено много фактов трудоустройства мертвых душ в бюджетной организации. Это, как правило, учебные заведения, дошкольные учреждения. Понятие мертвой души было введено еще в одноименном романе Гоголя. Всем известно, кто это такие. Хотелось бы рассказать о том, что нельзя трудоустраивать на предприятии лиц, которые фактически там не работают. По проверке Артемовской городской прокуратуры было выявлено, что в одном из учебных учреждений города Артемовска директором учреждения, как лицом, осуществляющим организационные функции на предприятии, являющиеся должностным лицом, было трудоустроено лицо. Трудоустраивается оно так же, как и иные работники. То есть с данным лицом заключается, фиктивным лицом заключается трудовой договор, оформляются все соответствующие документы, производится отчисление в соответствующие фонды. Это в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, денежные средства. Также в бухгалтерию предоставляется табель учета рабочего времени. Также в бухгалтерию предоставляются соответствующие документы для начисления выплаты заработной платы. После того, как данная заработная плата начисляется и выплачивается, она поступает на карточку, либо выдается в бухгалтерии самому директору или должностному лицу, и потом данные денежные средства в благих целях тратятся на нужды данного учебного учреждения. То есть это преступление предусмотрено статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями», за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения права занимать определенные должности, а также вплоть до лишения свободы. Говоря о том, на какие должности устраиваются лица, ну, как правило, это низкооплачиваемая работа, это должность уборщика, истопника, либо какие-то иные малооплачиваемые должности, на которые, как правило, нет очередей. Поэтому особо не возникает сомнения в том, что на данной должности кто-либо работает. Впоследствии это все выясняется несколькими способами. Как правило, в организации работают люди, которым бы хотелось данную ставку занять, получить дополнительный доход, но это невозможно по вышеобозначенным причинам. Поэтому поступают жалобы в правоохранительные органы, также поступают жалобы в органы прокуратуры. Данные жалобы порой являются анонимные, проводится соответствующий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, также делаются соответствующие запросы в органы организации, где устанавливается, что такое лицо фактически не может работать в организации в связи с тем, что оно либо где-то уже трудоустроенное, осуществляет трудовую функцию в дни и время, указанное в табелях учета рабочего времени, либо данного лица вообще не существует. То есть хотелось бы предостеречь директоров бюджетных организаций, школ и дошкольных учреждений, что какие бы цели вы не преследовали, или ремонт этой крыши, либо ремонт полов в школе. Понятно, что это все делается для того, чтобы каким-то образом залатать дыры, которые имеются в бюджетном законодательстве, в связи с тем, что выделяются малые субсидии на какие-то нужды, что этого делать нельзя, в связи с тем, что это уголовно наказуемое деяние. В прошлом году два директора обозначенных организаций было привлечено к уголовной ответственности по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как говорится, благими намерениями зачастую выложена дорога в места не столь отдаленные. Должностным лицам нужно всерьез задуматься над тем, как они смогут принести большую пользу своим учреждениям и предприятиям, решая проблемы законными способами или будучи отстраненным, а то и вовсе лишенным свободы. Уважаемые телезрители, если у вас имеются вопросы к работникам прокуратуры, на которые вы хотели бы получить ответы у специалистов, вас интересуют темы, которые они могли бы более детально раскрыть, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Обращайтесь в приемную Артемовской прокуратуры по адресу Гагарина, 8, или в редакцию телерадиокомпании Альтекс.Медиа.